Лето 1942 года. Экипаж Марии Смирновой и Галины Докутович сильно обстреляли. Летчицы едва смогли приземлиться. Механик принялся латать технику, а Галина перелегла отдохнуть на землю. Из-за высокой травы водитель бензовоза не заметил девушку. А дальше несколько переломов и серьезная травма позвоночника. Было неизвестно, сможет ли Галина ходить. Медики делали все, что могли, чтобы поставить Докутович на ноги. Галина была доставлена в госпиталь. Вначале она была именно в Махачкале, потом она была в Ашхабаде. Как только она прошла, ей полностью вылечили врачи, ей написали выписку, что у вас в отпуск на 6 месяцев вы должны еще пройти курс реабилитации, вам нужно восстановиться. Она сказала, да, хорошо, спасибо большое. Из личного дневника Галины Докутович. Стыдно, стыдно за свою невыдержанность, за эту слабость, за то, что не сумела скрыть ее. В заключении медкомиссии Галина Докутович отправилась в родной 46-й авиационный полк. Документ командованию не предъявила. В личном дневнике написала. Отпуск положила в карман. Буду поправляться на войне. Чтобы доказать, что она в отличной форме, Галина сделала гимнастический мостик. Только ей известно, какую сильную боль при этом пришлось испытать. Но девушка была готова на все, чтобы летать. Галина Докутович родилась 20 февраля 1921 года в Гомеле. Мама была учителем, а папа бухгалтером. Галина любила литературу, математику, физику. Занималась гимнастикой. Дважды завоевывала второе место на республиканских гимнастических соревнованиях. В девятом классе начала заниматься в Гомельском аэроклубе. Галина Докутович начала посещать аэроклуб в девятом классе. То есть это приблизительно 15-16 лет, когда ей было. То есть она вначале увлекалась гимнастикой, а после всего этого она, естественно, как и многие девушки того времени, они были влюблены в небо и не хотели его покорить. Естественно, она пошла в аэроклуб. Попасть в аэроклуб – это была действительно большая честь. Впоследствии уже, когда она закончила школу в одиннадцатом классе, она, естественно, поступила в Московский авиационный институт. Женщины хотели быть наравне с мужчинами и доказать, что они тоже могут очень многое. То есть они же вначале покорили меня такую профессию, как стенографистки, потом они работали вместе на заводах с мужчинами. А небо, оно было действительно для них, это, знаете, какая-то тайна, она их очень манила, и они хотели действительно его покорить, и они доказывали то, что вот мы тоже, как мужчины, можем именно летать. Из письма Галины Докутович подруге. 1937 год Спрашиваешь, как я отдохнула? Отвечаю, не отдохнула вовсе. А впереди ведь такой тяжелый год. Страсть к воздуху, самолету, парашюту так охватила меня, что аэроклуб стал мне родным, и у меня нет мысли о том, чтобы отказаться от летной школы. Аэроклуб стал таким близким, как школа или физкультурный класс в школе. Знаешь, чертенок, чем больше хочется воздух, тем больше любишь самолет. Эта любовь была взаимной. У Галины все получилось. Небо ее полюбило и приняло. Из письма Галины Докутович подруге. 1938 год. Вчера я вылетела самостоятельно. Это значит, без инструктора. Можешь меня поздравить. У нас на аэродроме это событие. Вылетает первая девушка. Как я садила машину, смотрели инструкторы и курсанты. Посадила хорошо. А хорошо самой летать. Очень хорошо. В школе Галина Докутович сидела за одной партой с Полиной Гельман. Девочки были неразлучны. Полина, как и Галя, грезила о небе. Посещала аэроклуб. Совершала полеты на планеры, прыжки с парашютом. Ну, а дальше, когда надо было переходить к освоению самолета, случился конфуз. Полине не хватило роста, чтобы сесть в самолетную кабину. Как она потом тоже вспоминала, ноги не дотягивались до педалей, руки до рычагов, а глаза не видели приборную доску. И тогда летчик-инструктор сказал, ну что же, девонька, подрасти, если сможешь, а тогда и приходи. Полина Гельман родилась 24 октября 1919 года в Бердичеве. Сейчас Житомирская область Украины. В семье революционеров. Отца убили. Мать Еля Львовна переехала с полуторагодовалой дочерью в Гомель, Беларусь, в 1920 году. Полина Гельман поступила на исторический факультет Московского Государственного университета, закончила три курса. Началась война, и школьные подруги, Полина и Галина, решили отправиться на фронт. Полина в июне 41-го, в числе прочих, требовала отправить ее на фронт добровольцем, ведь она отличный стрелок, ворошиловский стрелок, и она знает санитарное дело. Но ее на фронт не призвали, сказав, что девонька подрасти. Ну, получилось дальше еще интереснее. В октябре 1941 года по чину Росковой в Советском Союзе началось формирование добровольческих женских авиачастей. Истребительного, фронтового, бомбардировочного и легкобомбардировочного авиаполков. И вот тогда-то две подруги решили уйти в формирующуюся авиачасть. Полк создавался по инициативе героев Советского Союза Росковой, Осипенко, для того, чтобы привлечь женщин к участию в боевых действиях. Но это было на основе того, что уже приходили заявления по линии комсомола. И в частном порядке, в личных письмах, что мы хотим тоже принять участие в боевых действиях, мы имеем навык полетов на самолетах. И было принято решение сделать один полк. 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский краснознаменный ордена Суворова полк был сформирован в октябре 1941 года. До 8 февраля 1943 года 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк. Руководила формированием Мария Роскова. Командиром полка была назначена капитан Евдокия Бершанская. Формирование шутливо называли «Дунькин полк». Намекали на полностью женский состав. Название у него «Таманский полк». Это говорит о том, что почетное именование он получил за бои на Таманском полуострове, современной территории Российской Федерации. Он участвовал в освобождении Беларуси и в боях в Польше. Есть нюансы, которые до сих пор существуют, когда командование ВВС, и в то время это точно 100% было, просто не хотел иметь женский полк, чтобы не создавать себе лишних проблем. Так же, как и сейчас не хотят видеть женщин в боевой авиации. Потому что нужно создавать отдельные условия. И в коллективе могут возникнуть трения в мужском присутствии женщин. Женщины в Германии летали, но в отличие от Советского Союза они не сводились в полки. Уникальность 46-го полка в том, что он был единственным в Советском Союзе женским, потому что два других полка, которые приписывают название женских, это один из истребительных, один из бомбардировочных, там на самом деле был смешан полк. Там достаточно большое количество было мужчин. Численность полка составляла 115 человек. Девушкам было от 17 до 22 лет. Они все практически были из довоенного выпуска и довоенных наборов у Савиахима, где в мирных условиях они учились на летчиц. Как гражданские специалисты могли использоваться там для перевозок, для различной доставки грузов, почты. В принципе, они все, практически стопроцентный состав, не получали образование во время войны, я имею в виду для полетов. Они были готовы до войны, их просто призвали в рамках мобилизации. Дополнительную подготовку полк проходил в городе Энгельсе. Галина Докутович и Полина Гельман снова сели за одну парту. Правда, не сразу. Что делать с Полиной Гельман, никто не узнал. Да, она ушла добровольцем, но из-за роста ее нельзя выучить на летчика. И тогда она дошла до Мросковой и добилась того, чтобы ее учили на стрелка-бомбардира и одновременно проходить курс штурманской подготовки. Вот так она и была выпущена из учебного центра со специальностью стрелок-бомбардир, то есть борт стрелок, отвечающий еще и за точность бомбометания. А также получила корочки авиаштурмана. Летом 42-го женский авиаполк убыл на Северокавказский фронт. Там Полина Гельман вступила в партию, стала парторгом полка и начальником связи авиаэскадрилья. Как штурманы ее ценили. И в качестве напарника с ней стремились летать многие пилоты. Галина Докутович, как и мечтала, служила, покоряла небо, вела личный дневник. Она описывала моменты, когда они только проходили обучение. То, что им приходилось спать действительно на соломе, в холоде. Раньше уж не было вот этой защиты именно стекла. Да, и то, что как они обмораживали лицо. Вот эти вот, когда реснички прямо обмораживались тонким слоем льда, они когда вот кожа покрывалась, потому что до этого то, он просто снег в лицо, потом это естественно в лед превращается. У них был противоветровой козырек впереди. То есть он прикрывал при скорости полета, когда они летели километров 100-120 набегающего потока воздуха этот козырек. Но здесь стекленной кабины не было. Она, в принципе, не предназначалась в конструкции этого самолета. Летали девушки на бипланах У-2. Позже их переименовали в ПО-2, Поликарпов-2. Это имя конструктора самолета. Самолет 28-го года, начало выпуска. Хороший учебно-тренировочный самолет конструкции Поликарпов. Достаточно надежная машина. Достаточно медленная, но очень устойчивая в полетах, очень мало склонная к падению срывов штопор, поэтому ее с большим успехом использовались в учебных частях для становления летчиков, для первоначального обучения полетам. Но в рамках начавшейся войны, имея большой запас таких самолетов и возможностей производства, начали формировать полки ночных базировщиков, 99% которых летали мужчины, только в одном полку летали женщины. Пилоты подлетали к позициям фашистских войск ночью на малой высоте. Об их приближении становилось понятно по звуку мотора. Он тихо стрекотал. Из-за этого солдаты вермахта называли самолет кофемолками, швейными машинами, а также руссфанер. Самолет был хорош для ночных базировочных атак, хотя имел небольшую нагрузку. Это было его несомненно минусом. Но за неимением лучшего подходило хотя бы это. Тут было не до выбора. А по минусам это, естественно, еще можно добавить небольшую скорость. Они практически не могли уйти от атак истребителей, если уже их видели. Хотя плюсом была высокая устойчивость в воздухе, возможность летать на очень низких высотах, практически над кромками деревьев, в нескольких метрах. И возможность летать ночью. Очень простые приборы, абсолютно простая управляемость. Возможность управлять самолетом из двух кабин одновременно. В случае ранения одного члена экипажа, второй летчик мог перехватить управление. У него была такая же ручка. И довезти самолет домой и посадить. Биплан мог развивать скорость до 120 км в час. Немецкие истребители летали значительно быстрее, со скоростью минимум 140 км в час. И нередко проскакивали мимо. Из-за низкой высоты цели могли врезаться в землю. Было четыре бомбодержателя, каждый из которых обычно подвешивалось под одной 50-килограммовой бомбе. Занимались этим авиационные техники, техники вооружения. Летчики практически никогда не привлекались к обслуживанию самолета и к подвеске авиабомб. Значит, так как крылья были низкие, низко расположены, то, в принципе, два человека, даже две женщины могли одну 50-килограммовую бомбу поднять, взяв с двух сторон. Из книги Натальи Коровцовой и Ирины Рокобольской «Нас называли ночными ведьмами» — так воевал женский 46-й гвардейский полк ночных бомбардировщиков. Наш учебный самолет создавался не для военных действий. Деревянный биплан с двумя открытыми кабинами, расположенными одна за другой, и двойным управлением для летчика и штурмана. Без радиосвязей и бронеспинок, способных защитить экипаж от пуль, с маломощным мотором, который мог развивать максимальную скорость 120 км в час. На самолете не было бомбового отсека. Бомбы привешивались в бомбодержатели прямо под плоскости самолета. Не было прицелов. Мы создали их сами и назвали ППР — проще паренной репы. Количество бомбового груза менялось от 100 до 300 килограммов. В среднем мы брали 150-200 килограммов. Но за ночь самолет успевал сделать несколько вылетов, и суммарная бомбовая нагрузка была сравнима с нагрузкой большого бомбардировщика. В ночных вылетах все зависело от удаленности цели. Чем она ближе, тем больше возможности было оттуда слетать. И от длительности ночного периода. Дело в том, что в летний период по цели можно было, в принципе, слетать один раз, даже если она была на близком расстоянии. Потому что световой день был очень большой, и ранний восход солнца, и поздний заход обеспечивали возможность для противника увидеть самолет в воздухе и перехватить его, либо сбить с земли. А в зимний период, когда ночное время, темное время суток более длинное, то могли два-три вылета. Дело все зависело от удаленности цели. Если цель достаточно далеко, то вполне обходились одним вылетом. Часто в прессе можно прочитать, что женский авиационный полк немцы называли «ночными ведьмами». Да и сами летчицы в своих книгах об этом упоминают. Но когда появилось такое название, и кто его автор, доподлинно неизвестно. Товарищ Сталин, если бы услышал такой термин во время войны, кто-нибудь при нем его произнес, то позвал бы товарища Берия и этого человека на подвал, а потом всю цепочку, кто от кого услышал, кто выдумал, чтобы дискредитировать советских летчиц, словом «ведьма». И этот термин появился в очень поздний постсоветский период, и выдуман был журналистами и пропагандистами, а также людьми, которые занимаются публикациями, для того, чтобы хорошо расходились публикации. И термин был узнаваемый, как бы людей хватали бы сразу книги, либо читали статьи. На самом деле, во время войны такого термина никто не использовал. За время Великой Отечественной летчицы сбросили около трех тысяч тонн бомб и 26 тысяч зажигательных снарядов. Были уничтожены вражеские склады, поезда, железнодорожные станции, цистерны с горючим. Но и сам полк внес безвозвратные потери. В ту роковую ночь, как раз таки с 31 июля по на первое, то есть ночь, это было именно на 1 августа, в небо поднялись, собственно, девушки. И вот именно тогда, над Краснодарским краем, этот полк потерял шесть девушек, среди которых, собственно, и была Галина Токутович. На момент именно смерти ей было 22 года. Немецкий ночной истребитель уничтожил, сжег в воздухе сразу четыре самолета 46-го Томанского гвардейского авиаполка. К этому моменту Галина Токутович совершила 120 вылетов. Ее похоронили в селе Русское Краснодарского края в братской могиле. Мечтам молодой девушки о простых женских радостях было не суждено сбыться. Улетел девичий полк. А может, это и лучше. Для нее Ромео еще живой. Командир! Из дневника Галина Токутович Вчера я про себя тихонько подумала. Пусть бы только на один день перенестись отсюда. Опять надеть штатское платье, туфли, побывать в театре. Нет, летать так летать. А все остальное после войны придет. В жизни Галины Токутович была и первая любовь. С летчиком-испытателем Михаилом Стрельниковым они познакомились в Исиндуках, где Галина проходила реабилитацию. Начали переписываться. В каждом письме девушка добавляла «Береги себя, Миша». Посмертная Галина Токутович была награждена Орденом Отечественной войны первой степени. После гибели подруги Полина Гельман написала письмо ее родителям, а в нем дала обещание. Если вражеская пуля меня не тронет, если я останусь жива и у меня когда-нибудь будет дочь, то я непременно назову ее Галиной и выращу ее такой же доброй и чудесной, какой была наша Галя. За время службы погибли 23 летчицы. Молодые, сильные, смелые. У каждой была своя история подвига. Уже после окончания Багратиона зимой 1944 года, в ночь на 13 декабря 1944 года, при вылете на территорию противника Польши, за линии фронта был сбит, скорее всего, огнем с земли У-2 командира эскадрильи Санфировой, которая, выходя на советскую территорию, через линию фронта взорвалась на советских минах. Хотя везде в интернете скромно пишут, что просто подорвалась на минах. Но так как ее тело доставили в Гродно, то немцы, конечно, тело не могли передать. Поэтому взорвалась на своих минах, видимо, кричала, если была ранена. И потом разведка вышла, вытянула ее или раненую, или уже погибшую с минного поля. Полина Гельман выжила. 15 мая 1946 года была удостоена звания Героя Советского Союза. В наградном листе было указано, что Полина Владимировна Гельман за годы Великой Отечественной войны совершила 860 боевых вылетов, сбросила 113 тонн авиабомб, вызвала 164 взрыва и 147 очагов возгорания. Кроме того, разбросала над позициями противника 620 тысяч листовок антифашистских направленностей. И было немало еще боевых вылетов по снабжению войск на передовой. Особенно это было в дни Керченско-Эльтигенской операции, когда плацдарм под Керчью и Эльтигеном держался в немалой степени за счет того, только что продовольствие и боеприпасы сбрасывались авиацией. Были вылеты на разведку противника, были вылеты на уничтожение объектов ПВО, прожекторов и зенитных орудий. За одной из дачей экипаж Полины Гельман совершил 17 боевых вылетов. Это был рекорд, который, в принципе, не побили ни летчики-ночники, ни летчики других родов оружия в советской военной авиации. Большинство летчиц женского авиационного полка демобилизовались после войны. Полина Гельман осталась в Красной Армии. Осенью 45-го она поступила на учебу в Военный институт иностранных языков и окончила это высшее военное учебное заведение в 1951 году. Дальше она была начальником военных кафедр и военных библиотек ряда московских вузов и была демобилизована, отправлена в запас из рядов советской армии в 1957 году в звании майора. В 2000 году личным указом президента Российской Федерации Полине Владимировне Гельман было присвоено очередное воинское звание подполковник запаса. В Военном институте иностранных языков Полина Гельман познакомилась со своим будущим мужем, офицером-пограничником Владимиром Куласовым. И скоро она выполнила обещание, которое дала родственникам Галина Докутович в 1943 году. В 1949 году у них родилась дочь, которую и Полина, и Владимир Колосов назвали Галей. В память о Галине Докутовиче, подруге детства Полины Владимировны, с которой они вместе сидели за школьной партой, вместе учили санитарное дело и получали сырковую подготовку в кружках ОСВА Ахима, вместе летали на планирах, вместе прыгали с парашютами и вместе потом ушли на фронт. Был в судьбе Полины Гельман момент, когда и карьера, и жизнь могли разрушиться. После войны, уже будучи героем Советского Союза, она вступила в ряды Еврейского антифашистского комитета. Что касается Еврейского антифашистского комитета, то тут интересная вышла история. Еврейский антифашистский комитет продолжил свое существование и после Великой Отечественной войны, тогда как все прочие антифашистские комитеты были распущены. Еврейский антифашистский комитет занялся, как теперь пишут, защитой прав и свобод евреев Советского Союза. В частности, он очень ратовал за то, чтобы создать еще одну еврейскую автономию в Крыму или под Гомелем. Наконец, Еврейский антифашистский комитет поддержал Израиль. Ну и приложил в немалой степени руку к тому, чтобы евреи Советского Союза начали воспринимать Израиль как отечество евреев всего мира. По мере того, как отношения между Советским Союзом и Израилем ухудшались, Советский Союз, как известно, был той державой, чей голос оказался решающим при разделе Палестины, при создании государства Израиль. Советский Союз первым призвал независимости Израиля и установил с ним дипотношения. Но оказалось, что Израиль не станет проводником советской политики на Ближнем Востоке. Израиль будет проводить свою политику. Но отношения Израиля и Советского Союза пошли под откос. И в конечном счете Еврейский антифашистский комитет был распущен, а его руководство арестовано и отдано под суд. В общем, по делу Еврейского антифашистского комитета проходило 125 человек. Порядка 20 человек были приговорены к расстрелу и длительным срокам тюремного заключения. Получилось так, что Полину репрессии не зацепили. В немалой степени просто потому, что она не была ни в числе руководителей комитета, ни в числе его активных участников. Все-таки не надо забывать, что она была коммунистом до мозга костей, и заигрывания с сионизмом ей очень не нравились. Полина Гельман закончила Институт общественных наук при ЦК КПСС. Изучала экономику латиноамериканских государств. Знала испанский, в командировке ездила на Кубу. Собирала материал для диссертации. И в 1970 году ее защитила. До 90-го года преподавала экономику и обществоведение. Она не оставляла общественной деятельности. Входила в состав правления общества дружбы СССР Уругвай, а потом Россия Уругвай. В 90-е годы по приглашению израильского правительства не раз с делегациями советских ветеранов войны, либо как гость правительства Израиля, выезжала в Израиль. Принимали ее и в Тель-Авиве, и в Ашкелоне. В Ашкелоне назвали ее именем «Улицу». Принимали с огромным почетом, как единственную женщину Героя Советского Союза еврейской национальности. И подмечено, что больше всего, в числе тех, кто встречал Полину, было советских евреев, ветеранов Великой Отечественной войны, выехавших в Израиль. Многие из этих людей в Израиль выехали как раз-таки в 1946-1949 годах по линии военной помощи вновь созданному государству. Да так там и остались. В Гомеле в честь Гельман и Докутович названы улицы, установленные мемориальной доски с их именами. Имя Галины носят пионерские дружины и масштабный турнир по художественной гимнастике. Лучшие подруги в жизни. Боевые товарищи на фронте. Галина Докутович была рождена для полета. С Полиной Гельман все было по-другому. История про небо, самолет и девушку никак не складывалась. Но война решила по-своему. Галина погибла, а Полина выжила и стала героем Советского Союза. Война не выбирает по росту, весу или национальности. Она забирает жизни, оставляя нам только память о героях, которую мы должны сохранить.